...внешность, то есть может и тут связано с моим возрастом как раз, что стандартные внешности, они просто заебали, надоели, все, ну стандартные там, ну типа краса, тулишься ты часто и напоминаешь как маленького котенка, который когда шипит, спину выгибает, ну, маленький котенок спину выгибает, а то вдумайтесь, это какие у человека гениальные ассоциации. Блять, это как будто я тебя скорбить хочу, нет, ничего подумал, просто реально так, ну прикольно, и вот он так это, ну, и еще двигается, да, у них большинство, ну, одинаковое, плюс у него внешность, ну, либо разные типажи, вот, у тебя какой-то вот супер такой необычный типаж, может, вот эта вот новизна, она тоже очень сильно цепляет, а твоя походка это просто пиздец, я вот когда сзади тебя бывал и шел, и как-то даже обратил, ну, начальник обращал внимание, что у тебя походка такая, ну, типа пацанская, ты идешь в развалочку, вот, но потом, блять, мне это понравилось, я понял, что это походка, твоя, как бы, индивидуальность, и она охуенно, ты попад... Сейчас думайте на секундочку, на минуточку, уже идет шестой год, пошел шестой год, как... Козленку таки не удалось распечатать ватрушку, всем известной, шикасенькой, вы поняли? Шестой год пошел, ну, вдумайтесь, шесть лет, за шесть лет уже некоторые в школу идут, блять, к слову, А Маслаков даже еще полюцию не смог пустить, ну, вот, представляете, ужас какой-то... Пацанский вот так вот идешь, ну, может, это, конечно, звучит как, типа, ну, это круто, короче, вот, и охуенно в этих вот своих белых кроссовочках, и вообще пиздец, то есть, как вот, знаешь, походка равно Карину, то есть, вообще пиздец охуенно просто... Вот, еще когда-то, ну, сутка, да, вот, и ты вот такая вот, типа, кошечки, то есть, вот, имею в виду просто... Еще, кстати, на стриме ты сказала, что, типа, я не писал тебе 12, блять, или 24 часа в сутки про любовь, что-то такое, нахуй... Если, когда мы стали объяснять отношения, мы где-то 2 часа переписывались, ну, ты сказал, все, если там будешь мне писать, я тебя забаню, то есть... Вообще, нахуй ты вот так вот все время врешь и искажаешь факты, как вот я мог тебе писать, если ты мне сказал, что забанишь, и я перестал тебе писать, но потом еще через несколько дней, типа, написал, и ты меня уже забанила... То есть, это было, в принципе... Ай, вы вдумайтесь, вы просто вдумайтесь, у человека в этот момент арена, уже на грани закрытия, а он, блять, записывает какую-то хуйню, блять, малолетки, я хуею, вот у человека приоритеты, блять... Вот он бизнесмен, настоящий кризис-менеджер от бога, вот его в Майкрософт надо отправить, блять, чтобы он там бизнес наладил и производство процессоров, блять... Представляете, вот если бы он был там в союзе директоров, в совете директоров, он бы там, блять, и Windows 13 уже выпустил, и Windows 15... Они бы на месте уже по 10 лет не топтались, и Windows 11 не была бы таким говном... Вот его надо на работу призывать, блять, а не в Squirtu... Вот он в Squirtu Systems потерял драгоценные годы, он бы мог бы уже стать каким-нибудь крупным менеджером в Америке, блять, в Силиконовой долине, как этот, как Билл Гуйц какой-нибудь... Зря, зря, вот... Вот видите, вот, блять, девки отвлекают, блять, людей от великих делов... Маслаков сам не знает, какой у него есть потенциал... Вот он, блять, все свои полюции, все силы пускает... На протяжении 5 лет пускал в то, чтобы добиться какой-то бурятской школьницы... Вместо этого мог бы их пустить в нужное русло, так сказать, в компьютер... Я до сих пор не понимаю, зачем он записывался, чтобы потом оправдаться якобы... Да нет, это... Ну... Это называется отсутствие опыта, чувак... Все такой кринжой страдали, но просто нормальные люди этим страдают в лет 15... В 18... Ну, ребенок, поскольку в пубертате, вот он в 35... Так что это... Нормально... Windows 333... Невозможно... То есть, непонятно, зачем ты так вот вообще говоришь, что я тебе не писал... Ну... Давайте сторисы будут 24 на 7, блять, писать, если хочешь... Если это как-то поможет... Я не знаю, как это может помочь... Вот... Тогда вот... Жаль, что я тебе голосом, правда, не говорил... Потому что что-то я тогда, блять... Ну, когда мы тебе выясняли, что... Не знал, как, блять, с этого ебучего мобильного ВК отправить нахуй голосовое... Что-то не догадался, блять, версию для компа включить... Короче, тупанул... Получилось тоже хуевато немножко... Хотел бы сказать, что когда мы первый раз встретились... Ну, вот, типа, в метро, на Игра Мир, да, где я еще сказал, что двери, типа, напротив тебя остановились... Ну, это вроде реально так вот, насколько я помню, было... Мы пошли... Вот, когда мы подходили к турникетам... То есть, там, некоторое время надо идти, там, помнишь, подниматься, короче... Вот... Впрочем, мы шли к турникетам... Я, по-моему, чуть-чуть приотстал... И такая вперед шла... Такая... Высокая, в то же время маленькая... Я так думал, о, прикольно... Ну, увидят, но так шла, короче... И я за тобой перся, типа... Ну, взрослый чувак, типа, за тобой... Такая же ситуация, кстати, повторится 11 мая... Когда мы там встречались... Когда ты с... Кровью пришла, так сказать... Чё, с какой кровью, бля... Вот... Блядь... Короче, когда мы шли... В турнике там, и ты шла рядом... Я почувствовал, что ты шла рядом, как влетая... И мы уже как-будто давно знакомы... Чак и сбил... Кольно я тебя там наебал, что уже купил билет... Когда ты тогда спросил, типа, тоже билет, что ли, купил... Я сказал, да... А потом, когда... Мы подошли к кассе, я его при тебе купил... То есть это тот... Да... Тот самый момент, когда он за 500 рублей ей купил билет, как Бабараб... Ты ничего не сказала... Она, наверное, подумала... Вот... Ну, если бы я так не сказал, то это бы ничего... Возможно, бы и не было... Ну, по крайней мере, Громира бы точно не было бы... Ну, скорее всего, если бы не было Громира, то не было бы... Монеточки... Хотя, может быть... Ну, куда бы мы ещё сходили... Хуй знает... Поняли? Поняли? Представь, сколько раз она за это время отдавалась кому-то... Сколько хахали у неё было... Она даже, наверное, со счёта сбилась... Ну, возможно... Не знаю... Я за ней не слежу... Это к Ванятке надо... Вопросы задавать... С кем она трахалась и сколько... Он... Он-то точно знает... Но... Она явно не походит, конечно, на какую-то... Там... Яшу-стисляшу, мягко говоря... Так... Тут говорили комменты читать... Скажи, пожалуйста... А почему... Одним женщинам... Дарят машины и квартиры... А другим... Не дарят ничего вообще? Ах... Ну, потому что... Я... О, это же кринж психолог, который мужиков учит и... Как правильно под баб прогибаться... Женщины позволяют себе быть женщинами... Аллергии не позволяют... Вот... Вот его тоже хейтят многие... Всякие... МДшники... Типа... Да... Мы берем женщину, которая... Пришла в отношения с мужчиной в позиции... Уничтоженной самооценки... Неуверенная в себе... С обстошенной внутри... То есть, она, в принципе... Является для мужчины токсичной... Она не знает себя... Она пытается использовать этого мужчину в качестве... Внутренней опоры... И там... Ну... Так... Мужчина сам эту женщину... Сам... Не понимая причин... Начинает от нее дистанцироваться... Ну... Не хочется сближаться с ней... Через проявление заботы любви... Он может это делать... Потому что... Он должен... Ну... Понятно... Дарят женщине... Масштабированным... И тем, кто... Хорошо себя показывает в струксе... Дарят мужчине... Хластырубокс... Если мы говорим... Там... Про... Чаще всего... Подарки получают женщины... Скажи, пожалуйста... Ну... Он, кстати, правильно... Ну... Любовница... Это то, что в современном... Языке называется... Искурд... То есть... Просто покупают внимание девки... И все... У одних мужиков есть деньги... Другие нищие... Абсолютно нечего женщинам подарить... Мне муж подарил свою любовь... Были вместе... Когда было время... Он говорил... Мы прорвемся... Он был рядом... Когда было... Он любил... Ну... Не знаю... Не знаю... На машинах... На квартирах... Как все мелко и меркантильно... А я-то думаю... Почему вчерашним эскурдницам... Папе кидали от машины квартиры... Все потому, что они наполнены... И масштабированы... Ну... Не... Он же в конце сказал, что любовницы... Ну... Любовницы... Это в современном жаргоне эскурдницы... То же самое... Просто девки за деньги дают... Мужичкам... Потому, что... Одни мужики жадные... Другие щедрые... Вот и все они... Твои рассуждения не имеют... Почитала комментарии... Подумала... Хорошо, что я жила в то время... Когда не было нищебродов... Токсичных абьюзеров... А была любовь... Кому-то пришел по судьбе щедрый... Заботливый... Умеющий зарабатывать и дарить... Кому-то нищежадный... Вот и вся правда... Тсс... Самое страшное... Жадный мужик... Бедить от таких жлобов... Лучше быть самозастаточным... И тогда... Никогда не будет разочарований в жизни... Но это правда... Кстати... Девки сейчас на уровне мужиков зарабатывают... Даже больше... Так что... Передайте это видео... Елена Евгеньевна... Причин для траски... Нет... Да... Терпение надо иметь... Слышали, что человек сказал? Терпение... Если честно... Я не считаю... Думай, бурет... Я служил в собственной связи... Я служил в армии... Я не люблю драться... Он меня поставит... Ты сильнее... Ты сильнее... Ты прав... Донат... 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 Попрошай... Что у нас запрещено... Что это... Ты за донат... Потом бежал... Приси... Что? Ничего не за донат... Не за донат нормально... Белые папацанцы... Живи в тайге... Чувствую энергию... Не давать никогда никому... Газ... Не желать никогда никому смерть... Не желать никому... Терпение надо иметь... Слышали? Когда никому... Прокляти... Не желать никому... Бог... Терпение... 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 Без тебя... Терпение... Терпение... Бля, какой же звук в те времена убогий был, пиздец, вообще нихуя не понятно. Как вы понимаете, уникальная атмосфера, пищевающий голос, невероятный фактор, обморок подкупали зрителей. Скорее, развод вообще решает сделать все свои обзоры латными. Человек, не так черный обзор, что вы меня бежите. Чуваки, не надо. Важно, он вообще посоветовал. К сожалению, разверли минуту, смотреть даже. У меня нет ссылки, обои ссылки. Мы посмотрим, тогда это два друзья. Пока не согласна, что он сюда достойно зона. Буду смотреть, я его. Я того искаженный. Я того, я обладаю. Я буду смотреть. Это невероятный симбиоз низкого интеллекта и жуткой самоуверенности, естественно, не могут не замечать. Уже начали свои карьеры. Азон не стеснялся всех обсирать и сурово высказывал свою политическую позицию. М-м-м. Сходящий звук из победки, это жесть. В зеркну труба появится звук из этих перегитарей. Вроде там вполне удивление. Да, с одной стороны, ну, церва ли, а не метро. У-у-у-у. У-у-у-у. Хочистого поправить причину, которую понадобишься. Абсолютно гениальный обзор латников за 300 рублей. Нискали целью людей на ноль. Настоящего хайпа. Нужен конфликт, нужны эмоции. Как вы понимаете, тот, когда не вешал ситовой зон только в нем все равно. Но по-настоящему, его первыми планами по уникал, первыми единичком, был именно Мэдисенциал. Здравствуйте, друг, друг, друг. Идейки на ноль даже от героев. Всего не тратят один. Вернее, слышу, петич. Закройтесь. О-о-о. Еще живой Камикадзе Ди. Представляете? О. Да, карлики смотрим. Панамас арена 23, ёфта. О-о-о-о. Мечтает, малыш, вернуться. Но все, прошлого не вернешь уже. Томато, блять. Это он же в этой шапке на закрытии был, сука. Смотрим. О-о-о. Томато, блять. Опа. Блять. Сейчас. Ммм. Порядок. Ммм. Ммм. Порядок. Порядок. Ммм. Блять. Где этот ролик? Вообще к этому серьезно, спасибо. Пару раз из-за полиции был. Сейчас. Сейчас. Ай, блять. Нету. Вот здесь он, по-моему. Томато, блять. Где там наше томато? А. Нету. Блять. Жень. Ладно. Ну ладно. Первый. Томато, блять. Блять. Томато, блять. Томато, блять. 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 Немного. Деньги. Азон. Томато, блять. Блять. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok